В 2005 году мы озадачились несколькими проблемами, связанными с сопроводительной терапией в онкологии. Было уже на тот момент более или менее понятно, что сопроводительная терапия – это не только качество жизни онкологических пациентов. Было понятно, что применение гранулостарного колонностимулирующего фактора – это поддержание дозы интенсивности. В момент, когда мы проводили это исследование номер один, мы надеялись на то, что даже хорошая коррекция анемии может сопровождаться улучшением продолжительности жизни. Потом оказалось, что не все так просто. И к тому моменту вроде бы ситуация с противорвотной терапией представлялась достаточно радужной. То есть мы исходили из того, что наука продвинулась настолько далеко вперед в поддерживающей терапии, в частности в коррекции химиотерапии обусловленной тошнотой рвоты, что мы фактически проблему закрываем. Но когда мы беседовали с врачами, особенно на местах, мы убеждались в том, что не все врачи имеют доступ к современным стандартам, к современной информации. И мы решили посмотреть, насколько ситуация далека от идеальной. С этой целью мы провели первое исследование. Оно представляло собой опросный лист, который мы сочинили, как сейчас помню, с профессором, с доктором Жуковым. Мы вписали туда все вопросы, которые, на наш взгляд, могли бы дать информацию в случае заполнения врачами этого опросника о глубине их знаний, широте их знаний и реальном применении этих знаний на практике. И запустили эти анкеты в 15 центров. Всего у нас в первом опросе участвовало 53 специалиста, химиотерапевты представляли большинство. Есть области, где химиотерапией занимаются хирурги, соответственно, они занимаются проводительной терапией и так далее. Вот это характеристика первого СРЭЗа. Когда мы получили эти результаты, мы доложили их на онкологическом конгрессе. Получились довольно интересные данные, и причем они оказались в определенном смысле слова пессимистическими. И мы рассчитывали на то, что мы будем подробно рассказывать о современных стандартах антиэмитической терапии. И через какое-то время постараемся сделать повторное исследование с тем, чтобы понять, насколько ситуация с информированностью врачей изменилась. Поэтому вот в 2009 году, вот это вот самое синенькое, в нашем опросе участвовало уже 98 человек. И тут мы получили определенную помощь от компании, была вовлечена независимая уже компания, которая занималась, это не была некая инициатива от нас, это была некая инициатива от независимой компании, которая уже сама разрабатывала в какой-то степени эти вопросы. В результате мы получили данные, которые я расшифровывал потом две недели. Но на основании этих данных мы сделали вот первые выводы. После этого прошло еще какое-то время и появилось желание сделать третье исследование. Почему оно появилось, станет понятно позже. Итак, первое и второе исследование по представительству и по опыту доктора, докторов работы с курсами химиотерапии, вызывающими эмитическую реакцию, было сопоставимо. Но вот третье исследование показало определенные различия. В частности, количество курсов химиотерапии, которые врач проводит, увеличилось достаточно сильно. То есть, за последние 3-4 года нагрузка на химиотерапевтов увеличилась. Они стали работать больше, они стали проводить больше курсов химиотерапии. С другой стороны, если в 2009 году вот эта доля пациентов с эмитическими реакциями, можем просуммировать там, скажем, вот внизу, тошноту и рвоту, и видим, что тошнота у 1-3, у 1-3, у 3-7 больше 10. Вот от 12, ну вот средняя цифра до, то есть от 28 до 12 процентов. Что произошло за 4 года? За 4 года, несмотря на то, что вот в этом исследовании написано, что стали реже наблюдаться, вот мы смотрим. 11 – это более 10 курсов и 7-10, но это не просуммировано. Если мы просуммируем 11 плюс 16 и 7 плюс 9, мы получим, что в реальности количество пациентов с эмитическими реакциями оказалось больше. Вот мы поднимемся наверх, вот суммарно это количество 12 с большим количеством, а здесь у нас получается 11 плюс 16, то есть реально они увеличились. Таким образом, вызовы у наших врачей-химиотерапевтов сохраняются, они сохраняются достаточно большими, а вот это грустные данные первых двух исследований. Когда мы проводили в 2006 году, стандартная трехкомпонентная терапия профилактика тошноты и рвоты после высокоэмитогенных курсов только-только вошла в стандарты. Прошло всего-навсего 2 года после того, как тройная комбинация 5-HT3 антагониста, дексаметазона и априпитанта стала стандартом для дозы цисплотина, скажем, больше 50-70 мг на метр квадратный или для комбинации АС, проводимой у женщин. В тот момент это были вот такие стандарты. Что оказалось в первом исследовании в 2006 году? Только 2% онкологов-химиотерапевтов об этом знали. Когда мы провели исследование спустя 5 лет, мы рассчитывали на то, что эта цифра увеличится значительно. Получился результат прямо противоположный. Всего-навсего 0% правильно ответили на эти вопросы. Кто-то скажет, что здесь могут быть определенные погрешности, но когда мы стали опрашивать наших коллег, занимающихся подобными опросами на периферии, я хотел бы напомнить, что это процент, который мы получали по нами созданным анкетам, 0% была получена независимой опрашивающей организации. Они сказали, что теоретически это возможно. Возможно потому, что немножко меняется поколение химиотерапевтов. Уходят старые специалисты, приходит молодежь, которая не всегда следит за этими вещами. Им дай бог наработать практику по правильной дозировке, правильным интервалам введения цитостатика. Но вот эта картина в принципе послужила основанием для третьего исследования. Но обо всем по порядку. Вот третье исследование. И вместо 5% и 0%, ну здесь на самом деле 2%, мы получаем 40%. Наконец-то произошел качественный сдвиг в сторону улучшения информировости наших специалистов в отношении высокоэмитогенных схем. Вот эта схема. А при питант-антагонист, так сказать, 40%. Причем если мы рассмотрим отсроченную тошноту и рвоту, 37%, это тоже высокий показатель. В отношении комбинаций антрациклинов и циклофосфамида, то что во всем мире признано высокоэмитогенной химиотерапией, мало того, эта комбинация в определенном смысле слова менее на сегодняшний день контролируется, чем даже высокие дозы цисплотина, то в первом исследовании знали об этом только одна треть опрошенных. То, что творится сегодня, к сожалению, не намного принципиально лучше, 42%. Но зато в 35% случаев врачи на эту комбинацию правильно назначают тройное сочетание. 5H3 антагонист, дексаметазон и априпетант. Что касается стандартов 2009 года, второго исследования, то здесь, как я уже сказал, по априпетанту информации практически ни у кого из врачей опрошенных не было, но двойная-то уж комбинация была использована в подавляющем большинстве случаев, что неплохо. Что произошло с ответами на вопрос, как вы будете лечить высокоэметогенные курсы химиотерапии в 2012 году? Тройная комбинация 54% и 59%. Я прошу понять, что здесь есть немножко по-разному сформулированы вопросы, поэтому процент не совпадает. Это связано с тем, что вот эта независимая компания, она формулировала вопросы таким образом, что как бы одна и та же информация спрашивалась немножко с разных точек зрения, поэтому надо, так сказать, ориентироваться на эти проценты в определенном смысле слова приблизительно. Что касается средней эметогенной химиотерапии, то здесь знания специалистов в 2009 году были достаточно неплохие. Это комбинация кортикостероидов 5-HT3, что произошло спустя, так сказать, 5 лет. Видите, у нас 28% наших респондентов готовы добавлять третий компонент, несмотря на то, что пока мы не имеем стандартных рекомендаций. Эти, я думаю, что данные будут обсуждены, так сказать, в последующих лекциях, но здесь есть некий перехлёст. Этого мало, низкая метагенная, тоже как бы комбинация, скажем так, не совсем стандартные были 4 года назад, но здесь-то уже совсем у нас получается ситуация интересная. Получается, что венкристин мы готовы в 20% случаев профилактизировать тройную комбинацию. Я прошу обратить на это внимание. Почему? Потому что мы сейчас не склонны как-то веселиться и шутить. Мы пытаемся понять, а какова ситуация реально по знаниям? Почему это важно? Мы потом вернёмся к этому вопросу. Отсроченная тошнота и рвота. Ну, здесь не очень хороши были знания, скажем так, 5 лет назад, потому что, в общем, антагонист 5-HT3 рецептора – это не идеальный препарат для отсроченной тошноты и рвота. Мы все прекрасно знаем, что это прекрасный препарат в первые 24 часа, там, где роль серотонина максимальна. Всё, что за пределами 24 часов, немножко другие механизмы. И здесь другие базовые препараты. Но знания такие, какие они есть, мы должны их учитывать. Что касается отсроченной тошноты и рвоты, то в 2009 году удовлетворены были результаты, не удовлетворены результатами лечения острой рвоты только 40% врачей, а вот отсроченной – 46%. Понятно почему. В тот момент априпетант практически не применялся. Сейчас, на отсроченную тошноту и рвоту, почти 40% врачей готовы дать априпетант в случае высокой метагенной химиотерапии. И формально, посмотрите, не удовлетворены результатами отсроченной. Только 6 плюс 1 плюс 4 – всего-навсего 11%. Там было 46, здесь, извините, 11%. То есть мы получили потрясающий сдвиг. Но цена этим ответом, я потом покажу, надо к этому относиться с определённой осторожностью. Но вроде бы формально добавляемый априпетант, проблема отсроченной тошноты и рвоты уходит на второй план. А вот в реальности она уходит на второй план, потому что 40% готовы использовать априпетант. Или они используют априпетант. Ответу на этот вопрос был посвящён ещё один вопрос. И вот что здесь становится. Что в реальности априпетант используется только у 8%. Поэтому возникает вопрос, а почему удовлетворённость результатами лечения отсроченной тошноты и рвоты составляет такой высокий процент? 89% или неудовлетворённость, соответственно, 11%, если 5 лет назад без априпетанта она составляла 46% и с 8% априпетанта она упала до 11%. Неувязочки. И теперь правда. А что определяет, собственно говоря, выбор-то? Знание или незнание? Выбор определяет наличие препарата. Потому что препарат не входит в стандарты. И препарат закупается эпизодически. Соответственно, врач и готов вот в этих 46% назначить этот препарат. Но по одёжке протягивая ножки. Далеко не каждый пациент способен купить этот препарат за свои деньги. Но это второй вопрос. Так или иначе, что же влияет на выбор препарата у наших врачей? Значит, первое. Наличие самого препарата. Второе. Личный опыт. И третье. То, чего не было в двух предыдущих исследованиях. Наличие российских рекомендаций. И в первом, во втором случае, когда мы разговаривали с пациентами, простите, с врачами, они говорили, но нам нужны свои собственные рекомендации. Мы должны это показать нашим врачам и так далее. И в реальности это произошло около года назад. И по всей видимости, вот именно этот момент послужил триггером для сдвига информации большого количества опрошенных пациентов в сторону лучшего знания современных стандартов антиметической терапии. С другой стороны, вы спросите врачей, вы умный или нет? Это завуалированный вопрос. Потому что на самом деле я спрашиваю, что вам нужна дополнительная информация? Ответ. Я и так умный. Мне не нужна дополнительная информация. И умные у нас 90% опрошенных. А теперь зададим вам простой вопрос. Сколько раз в день надо назначать 5HT3 антагониста? Правильный ответ зелененьким цветом. Это было в 2009 году. Один раз в день – минимальная дозировка. Об этом знали 22%. Мы помним, сколько у нас процент умных? 90. Сколько знает правильный ответ в 2012 году? 39. Они наврали. Идем дальше. В 2009 году мы спрашивали правильную дозировку дексаметазона. Возьмем только один столбик. Высокометагенная химиотерапия. Правильный ответ – красным цветом. Сколько процентов знали об этом? О чем это говорит? Да, мы добились определенного сдвига. Но мы по-прежнему нуждаемся в информации. Несмотря на то, что 90% говорят, нам не нужна информация. В реальности она нужна. Мало того, что она нужна. Нужны какие-то более активные методы внедрения этих знаний. Потому что, говорим мы уже 10 лет. Между 2006 и 2009, даже 2005 и 2009 году, не произошло ничего в информированности. Только, наверное, один момент, связанный с выходом наших российских рекомендаций, произошло определенное сдвижение. За последние 4-5 лет действительно информация о НК-антагонистах просочилась массой интенсивной. Знают об этом препарате 90%, но надо сказать, что в предыдущем исследовании знали о его наличии 75%. И существенная часть знает, что его можно использовать в определенных смыслах. Еще один простой вопрос, который отвечает нам на вопрос, а реально это знания такие, то есть прочные или человек просто говорит, что он знает. Вот тут очень тоже тонкий вопрос. Нужно просто ответить, а как его правильно назначать? И вот оказывается, что 87% опрошенных знают, как его правильно назначать. То есть это реальное знание, а не какое-то заявление. То есть реально у нас произошел определенный сдвиг в этом отношении. С другой стороны, несмотря на некое знание, процент контроля тошноты и рвоты в 2009 году, который косвенно может быть экстраполирован по наличию рвоты ожидания. Когда возникает рвота ожидания? Когда плохо контролируется тошнота и рвота, начиная с первого цикла. Когда мы нарушаем стандарты. И вот этот процент был достаточно высок в 2009 году. А теперь посмотрим процент полностью удовлетворенных антиэмитической терапией в 2012 году. Антрациклина и циклофосфан 21%. Полный контроль эмитической реакции. Высокометагенная химиотерапия, среднеметагенная цитозара и так далее 22%. Цисплатин 11%. Возникает вопрос. А в мире 2010 год это 85% цисплатин, 75% комбинация АЦ. С помощью чего? С помощью того, что 5-HT3 плюс дексаметазон используется у всех пациентов, которым это показано. И добавление НК1 антагониста используется у всех пациентов, которым показано. Где реально мы находимся на сегодняшний день? Вы видите? В каком году? Почему это происходит? Ответ очень простой. Маленькое исследование Мати АПРО, опубликованное в 2011 году. Вопрос. Вы даете противорвотную терапию в госпитале Европы, выбранную сручайно, в соответствии со стандартами или нет? Вот если спросить, вы проводите адекватную противорвотную терапию? Ответ будет да, 100%. Вопрос номер два. А вы в соответствии с той схемой, которой придается Маск? Да. Вот 287. Нет. Три четверти. Но контроль тошноты и рвоты на 10% меньше. Но все равно, даже если они не полностью в соответствии, у них контроль 50%. Здесь речь не идет о 20%, о которых мы аккуратненько, исходя из тех вопросов и ответов, их вытащили. Таким образом, полное соответствие стандартам может существенно повысить контроль тошноты и рвоты. За последние 4 года средняя нагрузка на врача-химиотерапевты увеличилась. И по-прежнему эта проблема имеет место. Если мы правильно, правильно будем профилактизировать все это, то мы снимем дополнительную нагрузку из врача-химиотерапевта тоже. Потому что в конечном итоге эти пациенты прямо или косвенно все равно выходят на него. И все равно они задают вопросы, что мне делать и как мне проводить химиотерапию. Меня в прошлый раз тошнило и так далее и тому подобное. Почему это происходит? Потому что в реальности большинство наших специалистов думает, что они знают, как правильно профилактизировать. Но это не всегда соответствует действительности. Что делать? Мы написали стандарты. Вопрос заключается в другом. Как дойти до каждого специалиста, поговорить с ним, пообщаться, ответить на его вопросы, решить это? Я думаю, что следующим шагом должна быть интенсификация наших школ по поддерживающей терапии. Потому что в прошлом году мы провели 20 с лишним таких школ. Они, правда, не включали в себя контроль тошноты и рвоты. Но, наверное, исходя из этих данных, мы будем активизироваться. Мы будем пытаться к этому вопросу отнестись более серьезно, возвращаться. Мы должны будем напечатать материалы. Эти материалы должны лежать на каждом столе. Мало этого, каждый курс химиотерапии, который печатается у нас в рекомендациях, должен просто содержать в себе именно ту противорвотную терапию, которая должна содержаться. Парадокс. Гематологи. Курс АБВД дается направо и налево при лимфоме Ходжкина. Никто не знает, что это курс высокоэметагенный. Никто. Из гематологов 9 из 10 скажут, ну, средний. Декарбазин – высокоэметагенный препарат. То есть мы ленивы и по-прежнему нелюбопытны. Нужно что-то делать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...